Мы постараемся как-то так скомбинировать, чтобы те, кто знал, тем, кто уже знает много чего, нам помогал в течение всего этого времени, кто у нас новенький, тот, чтобы получил хорошее знание и поддержку, в том числе и со стороны ваших коллег. Меня зовут Татьяна Беляева, я, как уже Алина сказала, медиатор, тренер медиаторов, юрист, заканчиваю образование по психологии. То есть у меня такой сплав медиаторства юридических знаний и психологических знаний, которыми я постараюсь с вами поделиться. То, что вот как раз будет релевантно, да, заявлено на нашей тематике. Кое-что про мой опыт. Я представляю, если так можно сказать, американскую школу медиации. Я училась в медиации в Америке. Я работала медиатором в американских судах около двух лет. Потом я вернулась в Беларусь. В Беларуси я тоже до сих пор работаю медиатором в судах по коммерческим трудовым сборам, потребительским сборам. Продолжаю преподавать медиацию и работать как тренер, включая по переговорам и по другим смежным специальностям. Наверное, Лену представим тоже. Да. Хорошо. Тоже Шинку и Лену еще раз представлюсь. Вижу, да, знакомые лица. Не так на короткое время была с вами знакома, познакомилась с вами, уже проводили тренинг с некоторыми. Последние, наверное, три с половиной, уже почти четыре года я занимаюсь медиацией и переговорами. Сейчас я, мой интерес большой, это профайлинг, детекция, лжекоммуникация и консалтинг в этой же сфере. До этого я пришла в медиацию, попало тоже у меня высшее юридическое образование, MBA в нашем Белорусском государственном университете. Я пришла в отделе бизнес-бизнеса. То есть переговоры постоянно, это, как говорится, нескончаемый процесс для меня. Поэтому, что касается медиации, и практикующий медиатор, и тренер медиаторов, и в течение какого-то времени сглавляла, была управляющая центром медиации и переговоров. И уже у нас с Таней приглашают и как международные эксперты, и на конкурсы по медиации международные тоже в качестве судей. Таня готовит и студенческие команды, работая со студентами. У меня так это частично. Поэтому, это так очень кратко, чем может быть полезной, мы здесь для вас на все четыре. Что касается медиации, это тоже. Сейчас основная моя специализация все-таки коммерческие трудовые, но я занималась и семейными спорами. Просто сейчас уже закончила ими заниматься, устала немного от семейных конфликтов. Вот, но и в этой сфере тоже, если есть будут вопросы, поэтому, пожалуйста. Вот так вот, по какой-то. Процессом переговоров, ничего больше. Вот в этом специфика. Мы здесь не активные переговорщики. Не, ну, управлять процессом это одно, как бы, поговорить и задать. Но вам все равно какая-то цель довести до какого-то... Конечно, помните, мы говорили о том, вы здесь, чтобы договориться, вы у вас цель, это ваша... Но обратите внимание, договориться цель, это сторон, но не медиатора. Вот в чем вот здесь вот специфика роли медиатора, отличающегося от судей, от переговорщиков просто. Когда вот вы переговорщики, вы один на один ведете, у вас нет посредника, да? Вот. Или переговорщик-посредник, это тоже другая роль, потому что... Или представитель, да? Потому что переговорщик, когда представляет кого-то, у него есть цель стороны, которую он представляет. Он не нейтральный уже. Вот эта нейтральность, вот эта независимость, вот это вот основное, что отличает медиатора от кого-либо, от других посредников. Слушайте, а бывают же такие вот ситуации, что они вообще ляло, если не знаю, что-то пришли или что-то... Постоянно возвращайте, если у них нету цели договориться, то они не договорятся. Возвращали, они постоянно в цель, должна у второго быть цель договориться. Если у них... Можно подталкивать, чтобы не пришли с ним. Ну, их лучше всего подталкивает платная медиация. Да. Платная медиация, да. Это точно. Почасовая. Это точно. Или по-часовая, или там за сессию медиативную. Два раза быстрее договориться те, кто платит. Да. Просто не считают. Лена, я включил, ты начни, а не буду хорошего? Хорошо, да. Может быть, сильнее выключить, как-то я думаю. Вы не заснете? Вы уснете, уверенно. Я прям смотрю. Да, а, я думаю. Вот так? Да. Лучше. Но мы быстро, мы не будем сильно на этом... Презентацию вам вышли, а они не останутся. Да, то есть данные возьмете. Вы здесь данные, факты, которые вам просто для общего... Я буду переключать. Да, можно включить. Давайте... То есть, в принципе, и... Учит вот так вот. Сейчас я буду выключить. Да, вот он может быть... А, а... Вот так вот. О, вот пускай он хотя бы вот так, наверное, да? Так, вы, значит, смотрите, определение... Еще раз кратко. Конфиденциальные переговоры, конфиденциальные переговоры между... Между конфликтующими сторонами при участии нейтрального посредника-медиатора, который способствует установлению диалога между сторонами и поиску взаимовыгодного решения, способного различить конфликт. Все есть, конфиденциальность есть, переговоры есть. Некоторые стороны не знают вообще, не понимают, что значит переговоры вести. Вот в чем. Иногда уходит время, чтобы вообще... А вы как понимаете, что такое переговоры? И как себя ведут с переговора? Вот у нас на территории бывшего союзаного посетского пространства, это, конечно, культура ведения переговоров у нас, конечно, слабовато. Нейтральный последник есть, диалог, стороны, взаимовыгодные решения. Вот это взаимовыгодные решения и интересы, работа с интересами, которые у вас будут. Вот это вот составляющая. Я обратился на принципы медиации. Вот мы когда начинали, говорили про медиацию, мы сторонам говорили про принципы. Не проговорились эти принципы, риск того, что переговоры могут тоже зайти в тупик. Про добровольность, про равенство, добросовестность и сотрудничество, нейтральность и зависимость медиатора и конфиденциальность. Это очень важно. Это создает рамку безопасности, доверия сторон. То есть это не просто слова. Это вот почему мы это делаем, расшифровываем. Много примеров, когда мы этого, когда и медиатор этого не делают, и потом медиация исходит на нет. Давайте быстро пробежим вот с вами. Вот вы сейчас видели процесс медиации. Вот таблица, она у вас будет. Переговоры, медиация, арбитраж, суд. Основные способы, которых мы разрешаем какие-то споры, конфликты. Вот так, вы понимаете, что прочитали уже. Но вот действительно, давайте ответим. Кто принимает решение медиации? Давайте еще раз быстро пройдемся. Стороны, не медиатор, да? Молодец, справилась. Кто контролирует процесс медиации? Медиатор. Медиатор. А еще? Ну, стороны тоже. Стороны медиатор. Те, кто принимает решение, они так или иначе построят процесс. Если помните принцип добровольности, они могут в любой момент выйти, если они не хотят этого, да? Роль третьей стороны. Роль третьей стороны. Что у нас в третьей стороне? Третья сторона – это медиатор. Нейтральный, независимый, да? Участие сторон в принятии решения? Полное, да? И результат. Обратите внимание. Обратите внимание, что результат медиации нацелен на то, что удовлетворение интересов обеих сторон. Вот когда мы в обратной связи спрашивали о сторон, вас удовлетворил результат, удовлетворение решения, годовое результат. У каждого был свой результат. Всегда в конце медиаторе мы берем эту обратную связь. Не будем даваться вот эту разницу, компромисс, взаимовыгодное решение, или кто-то выиграл, проиграл, но потому что это будет работать с интересами, Статьяна его это полностью все проговорится. Но обратите внимание, что вот это то, что отличает медиацию от суда, от арбитража и от переговоров. Но переговоры там вообще нет посредника, да? Там вы ведете между собой. Ну и стороны между собой. В арбитраже все равно арбитр, как эксперт, он выносит решение. Его для этого и приглашают. Ну и в суде судья это понятно. Да, там не обсуждаются. И что еще раз мы говорим о том, что в суде в арбитраже значение имеют факты. Эмоциональное состояние сторон, отношения, никого не волнует. Даже по семейным спорам. Только факты. Только факты. Даже по семейным спорам, когда касается детей, или взаимоотношений, или с родственниками, в суде только факты. Эмоциональное отношение сторон не волнует. Пару слов тоже очень быстро. Я понимаю, что обед, после обеда и прочее. Да. Мировая практика. Чтобы вы знали, если вы пройдете в летнюю школу, значит, что такое медиация, если вам подойдут и спросят, а расскажите, а как вообще эта процедура в мире? Помните, что в мире происходит? Вот вы будете знать, что сказать. Смотрите. В США, медиация, она пошла из США. То есть она там зародилась, там ее потом насадили, насильно, между прочим, если что, добровольная процедура, и там она сейчас очень хорошо укоренивает. Сейчас в США по исследованию 8000 97% компаний используют медиацию. То есть как только возникает спор, они сразу же бегут в медиацию. И это на самом деле правда, я тому свидетель, я, по-моему, уже кому-то рассказывала разницу медиации в наших судах и разницу медиации в американских судах в том, что в наших судах кто будет вдруг медиатором или прочее, медиаторы уговаривают стороны, чтобы стороны пройдет. Ушли, попробовали, хотя бы попробовали, посмотрели, что такое медиация. В Америке, у меня был культурный шок в Америке, вот был именно вот в этом плане, а не в плане даже всего остального быта. В Америке стороны знают, что такое медиация, и они сами бегут к медиатору. Я работала медиатором в судах, бесплатно, государство платит медиатором, и медиаторы работают бесплатно, делая медиацию в судах, кто хочет в сторону договориться. Так вот, представьте, там судебное заседание, например, и вот в стороны все эти люди, которые пришли на судебное заседание, и есть такой листочек на двери зала суда, где стороны могут записаться к бесплатному медиатору пока до того, как суд выслушает их дело. И вот когда я дежурил к бесплатному медиатору, и культурный шок в том плане был, что когда уже медиатор приходит и проверяет, кто записался, там 1, 2, 3, 4, 5, там они по очереди записываются, весь листочек исписан сторонами, и более того, если не дай бог, там пару медиаторов дежурило, если не дай бог медиатор, там обычно зачеркиваешь дело, если они решили, и дальше переходят к следующему. Если медиатор перепутал, и вдруг взял, у меня было пару конфликтов между медиатором и сторонами, и взял, например, не с следующего по списку, а другого, то стороны устраивают скандал, почему не взяли их, они же первые в списке, насколько разница все-таки в отношении к процедуре медиатор. Но это было не всегда, все начиналось так же, как и у нас, поэтому будем надеяться, что у нас то же самое в скором времени и получится. кока-кола в 2005 году внутреннюю программу разработала, называлась формишнс-программ, они внедрили внутри, то есть дешевле разрешить конфликт внутри, чем потом пытаться как-то что-то с ним сделать. Они обучили специально своих медиаторов внутренних, внутренней службы, и все конфликты, которые только начинаются, они туда сразу же. Если там здесь такая же практика у Шелл, у Шелл у них есть, у них именно своя служба разрешения конфликтов служба медиации, у них внутренние медиаторы, и у них полностью регламент и программа исписана того, как будет разрешаться конфликт, и как в этом случае кого приглашать, где они находятся, это по всем структурам Шелл и всему миру. Вы у себя в басе тоже можете создать ячейку медиаторов, например, и там уже как-то Не бывает. Не бывает, да? Ну и какие-то пытаться там что-то сделать. Самсунг тоже самое. В 2015-м комитет медиации тоже абсолютно внутренняя структура. Садитесь в круг. Садитесь, садитесь. Которая помогает разрешать медиативные споры. Это в рамках к тому, что это реально нормальная тенденция, мировая практика. И мы потихонечку присоединяемся к ней. И я вам скажу, что Беларусь одна из прогрессивных стран на постсоветском пространстве. Потому что мы уже имеем достаточно четко структурированную и программу медиации, и как все проходит. И практика в судах. В судах. Две страны, допустим, принимают решение, медиатор переложит. Но суд уничтожит свое решение, как они... До судебного решения. То есть фишка медиации в том, чтобы договориться до того, как суд вынесет решение. Потому что если суд выносит решение, то все, там уже другие механизмы пошли. Там либо ты обжалуешься, либо ты соглашаешься. Если не исполняешься, то принудительно тебя его исполняют. А если идет уже процесс судебный, они могут где-то? Да, да. У нас и в общих судах это семейные споры, потребительские споры, трудовые споры. И в экономических судах это бизнес-медиация. Это если пока судья не вынес решение, они могут уйти в медиацию. И там подписывают соглашение, и тогда там могут вызвать либо мировое соглашение, либо просто выходят из судебной процедуры. То есть до того, как есть решение суда, они... Даже если суд начался, даже если уже было там первое слушание, второе подготовительное... Да, и неоднократно могут сделать. Например, попробовали медиацию, не сработало, повернулись обратно в суд. Решили, что все-таки опять пойдем медиацию, возьмем, может быть, другого медиатора, могут еще. У нас нет ограничений по количеству медиации в драмках процесса. Есть только ограничения по времени, что медиация длится не больше шести месяцев. Ну и судьи сами сейчас стали отправлять очень активную медиацию. Судьи звонят медиаторам уже напрямую. Лена работает с судьей, я работаю. И они просят, идите на заседание тогда, то заберите их. Это не надо. Потому что они ходят и ходят, да? А как в екатеринбург? Это же платно, но как заберите? Там в суде есть бесплатная медиация. Есть бесплатная? Есть бесплатная. Как судьи, да, в зависимости от категории дел. Давайте сейчас вам пару примеров тоже, чтобы вы, если что, козырнули знаниями медиации, дальше подогрели вашими коллегами. Вам пару примеров громких, где разрешился спор в медиации международной. Начну с последнего, потому что мне кажется, что вы все каким-то образом в этом споре были задействованы. Знаете почему? Знаете почему? Кто видел последний Samsung и последний Apple? Как они выглядят? Самсунг и никаких. Они очень похожи. Знаете почему? И почему разгорелась эта медиация? А где она получила? Потому что Apple арендовал завод самсунговский в Китае для того, чтобы делали для Apple эти коробки, да, но не коробки, вот эти дизайны, вот то, что здесь есть. И что сделали китайские Samsung? Они забрали технологию и дизайн вот этой штуки и сделали Samsung, который очень похож, и вы обратите внимание, у кого Samsung, они очень сильно похожи на Apple. Они просто забрали, стали продавать, как был бы, модель Samsung, который, кстати, стоит достаточно дорого, это почитает точно так же, как и Apple сейчас. Apple через некоторое время сообразил, что произошло, и подал в суд. Попробуйте доказать, да, что это патент, что он украден, какие убытки, то есть там были многомиллионные споры, судебные, куча денег. Александр. Он уже все. Нарушает лишь правила. Ищет себе банк. Сейчас будет рассказать, что ищет кейс. Комедиаторам, готовьте комедиаторам. И они ушли, и не могли в суде, вы знаете, что, да, наверное, расслышали, что если есть хороший юрист, то можно заставить за судебный процесс до бесконечности, и юристам это выгодно, потому что не получают большие деньги за это. Но, как бы, ситуация не решается. И в итоге кто-то там в Apple додумался предложить медиацию, и они договорились. Те сняли с производства уже вот эти Samsung, вот эти вот похожие дизайны смартфонов, выплатили какие-то деньги Apple, и как-то все успокоилось. А Apple продлил контракт с Samsung на производство. Там же был разрыв контракта, представьте какие-то деньги, да, Apple, Samsung когда производил для Apple эти упаковки. Вот это одно дело Джей Пи Морган и Министерство юстиции США. Тоже был спор очень громкий. Банк Джей Пи Морган, американский, отказывался раскрывать информацию о своих вкладчиках в Министерство юстиции, и ту, которую он должен был раскрыть. В итоге его Министерство юстиции оштрафовало на очень большие деньги, пыталось оштрафовать, но и пыталось как-то сделать так, чтобы доступ к информации был все-таки открыт. Вот видите, как у медиации работает. Джей Пи Морган, естественно, сопротивлялся, потому что открывая доступ, они тем самым теряют вкладчиках. Они там тоже судились, уже административные, да, то есть это Миньюст задействован. Судились, судились, ушли в медиацию, договорились. Это был самый большой по уровню, 13 миллиардов долларов было медиативное соглашение. Оно считается одним из самых крупных медиативных соглашений в мире. Это было все сделано в медиации. Дальше в Нестле и работник прекрасный, тоже миллионный спор. Работник обычно работал, работал в Нестле, потом решил уволиться и открыть, забрал ноу-хау технологии, коммерческую тайну, и решил открыть конкурирующую компанию, используя полностью всю эту технологию. Так как он это взял тихонечко и как бы никому ничего не сказал, Нестле подала в суд, никак не могла доказать, что это именно работник украл вот эти технологии. А работник еще, работник уехал в Канаду, и в Канаде успел зарегистрировать все эти технологии на свое имя. Представьте. И Нестле никак не могло доказать первичную регистрацию, что это было... А у них была какая-то проблема с регистрацией. То ли они не успели зарегистрироваться, то ли что. Ну, в общем, как-то, Нестле там... Они не подумали. Да. Потому что работник был реально линейный. Вот просто там, я не знаю, загружающий кофе в эти... В зернова, да, там, я не знаю, как это называется. То есть совсем не топ. Не топ. И он уехал в Канаду и уже организовал производство, и там они начали судиться. В итоге договорились... Там работник сделал производственный филиал, как бы, Нестле в Канаде, и там, тем самым, как-то они так стали скопилировать. Правда, они как-то ставили замом, как бы, это было... Типа того, да, зампроизводства. General Electric, тоже крупнейшая корпорация, тоже против своей канадской компании-дистрибьютора. Дистрибьютор, ну, продавал в Канаде. Я не знаю, почему в Канаде все пытаются... Потому что в Канаде постоянно... Да, да, да. Он там продавал сначала тихонечко по лицензии оборудование, а потом решил, что чего-то я тут буду один продавать, я возьму еще там другие сублицензии другим поставщикам, и буду там их держать, и еще деньги за это иметь. Без разрешения General Electric. Потом опять они стали судиться, и в итоге договорились на 20 миллионов долларов. Ну, это вам, конечно, такие крупные дела. Понятно, что в Беларуси до них еще далеко, но вам просто знать, что есть такие факты, медиация работает на очень-очень высоком уровне. Давай вот израильский еще. Чуть классный. Как раз там средства массовой информации, телекомпания была задействована. В Израиле же медиация, она... Там нет закона медиации. Но она развита очень-очень здорово, очень хорошо. Там... Но я в основном там судебная медиация. Там... Там будет шуражей, да? Там студии обязаны направлять медиацию. Там есть школьная медиация. Там развита очень-очень сильно. А закона нет? То есть, ты считаешь, в Англии нет закона. Но о чем я хочу рассказать? То есть, там медиаторы, они действительно очень пользуются небольшим спросом и популярностью, и к ним очередь сюда. Это успешно, если это успешно. Работают не законно? Как законно работать? Все там... У них урегулирование другое. У них немножко... Там есть какие-то подзаконы, такие нормативные акты, как... Но у них... Во многих странах нет закона. Давайте вот... Ну, может, в одном, если вам интересно, расскажу. Украина сидит. Да, пожалуйста. Не во многих странах есть законы про лидерацию. Да. Так что... А у нас... Да, правильно, да. То есть, больше даже правильной точкой вы сказали. Не во многих есть. У них есть законодательную базу, поскольку это ограничит потом процесс медиаторов. Как они делают? Где-то в странах есть законы, а где-то в странах есть дополнение в нормативные акты внесения изменений. В разные... В кодексы, знаете, вот такие вот точечные какие-то, да? Разбросанные. Как внесение изменений. Но нет какого-то отдельного закона. Так вот, в Израиле этого закона нет. Но медиация очень распространена. Когда был Амаз Габриэль, он очень успешный медиатор, не только в Израиле. Он делал вот эту кейс. Дж. П. Мордан и Министерство жительства. Так вот он... Он у нас был в Беларуси, и еще приедет. Да, еще приедет. Так что приходите с ним в мастер-пас. И он как раз тоже рассказывал, у него был случай, когда у него был звонок, ему позволил глава палестинской автономии. Я забыла имя просто. Он называл? Да, да. Я забыла, да. Он позвонил глава палестинской автономии и попросил медиацию. И Халас, когда он рассказывал, он говорит, я... А там же, вы понимаете, он сидит в... не в Иерусалиме, а в этом... В Тель-Авиве. 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 Он захотел медиацию, чтобы это вопрос урегулировали, и телекомпания опровергла информацию и принесла извинения свои. И он ему позвонил. И Амос говорит, я сижу, я понимаю, что это такой случай, но что здесь делать? Палестинно-Израильский конфликт, как медиацию? И он сказал, да, это сделано с одним условием, медиация будет у вас дома, в вашем доме. И он связался с представителями телекомпании и провели медиацию вдоль этого главы Балестинской автономии. Разрушили этот вопрос медиации, телекомпания опровергла информацию, принесла извинения, вопрос был снят, конфликта не было никакого. Но он даже, я помню, там было когда, сейчас помню, что он когда звонил, там все равно был риск, то есть если не медиацию, то есть ему порекомендовали там, то он в суд пойдет, безусловно, и будет, конечно, конфликт очень серьезный. То есть там уже и политический момент, но вот была и такая ситуация. А что было принципиально именно в доме? А территория, здесь для медиации, медиация должна быть на нейтральной территории, с одной стороны, но здесь был именно вопрос, он не мог проводить Тель-Авиве в Иерусалиме, если он приехал бы, это уже, здесь психологический момент очень был, статусный, психологический, политический, да, то есть потому что там глава палестинской автономии, а тут какая-то телекомпания. Здесь нужно было вот этот вот, ну подмаслить, скажем так, да, вот этот момент очень психологический был. Я думаю, что именно дом я взяла, во-первых, это на поличинской стороне, во-вторых, журналисты могли увидеть реальную подриженную, и в-третьих, все-таки статусность понижается, да, и журналисты могли себя более комфортно почувствовать, когда в доме, не в официальном. И здесь очень много факторов, но сам факт, ну вот это было и имело место быть такая, да. Еще вопрос в мировой практике. А как же конфиденциальность, почему это все известно? Ну, они известно, потому что стороны согласились. В стороны согласились. А есть еще вот тоже, тоже, по-моему, как раз она говорит о нужном практике, когда задействована государственная компания, в министерство, да, в государственный орган, то эта информация обязательна к разглашению. И, кстати, почему, вот он обратился только понимает, что почему у многих государственных компаний, там же обычная система права, там же правовой обычай, не так, как у нас, большой риск и мы не соглашаются, или очень аккуратно медиация, потому что это создает правовой прецедент. То есть это решение может быть дальше основанием для принятия каких-то других решений. Вы нам в прошлый раз такую традицию показывали, когда применяется медиация, и говорили, что с государственной структурой... У нас нет, у нас нет. А у них да. Дошло до того, что у них да. С налоговой судятся за налоги и по медиации, вернее, и все. А, и последний вопрос. А может вы посоветите какой-нибудь сериал про медиацию посмотреть? Потому что я ничего не знаю. Такой последний кейт, но который не советую. Вы не смотрите его, это не медиация. Нет, 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 я просто не верю. Даже и фильмы я не помню. А специфика вот в этом и есть, конфиденциальность, да? Нет, мы с нами с тобой уже придумали. Ну вот они последний кейт этот сериал сделали, то есть такое, эффективное там... С надежкой в принципе можно смотреть на скандал, но там частично идеация, а частично в политике. Посредничество между вот этим тоже лоббированием, переговорами жесткими. А это такое, если мы на связи с детками имеете? Да, да, да. А мы записали какое-то кинотехническое обманение, то что? А это про детекцию мимика вербалика-невербалика считывания вот этих эмоциональных состояний. Это немножко разная история. Да, дальше, да? А, ну это последний слайд. Вы вас слушали больше не говорите США. Денуспопятия не доходят до суда, да, они все уходят в медиацию, они подают иски и потом спокойненько разрешают это в медиацию. 95%, да? Вы подумайте, только 5% реально идёт в суд. То есть на какой стадии развития там находится медиация. Больше 10 тысяч медиаторов на 2014 год по статистике там уже есть. 99% медиаторов высшее образование и 6% только совмещают работу с другой. То есть там уже медиация профессии. То есть в медиацию можно прожить и нормально, без беды существовать, только делая медиацию. Ну это вот тоже к сведению, надеюсь, что когда-нибудь у нас будет точно так же. Годовой доход 53 тысячи, но это средний по США долларов. Доход в день 5 тысяч, но вот допустим у Амаса доход, он рассказывал сколько это, 35 тысяч в день платят. Это ему? По Джопи Моргану, например, да? Вот он, который делал изиацию. 35 тысяч в день. Это не включая транспорт, первый класс или какой-то у него отель в Нью-Йорке и прочее, да? Ну то есть... И среднюю просто, когда выбор израиля, средний доход медиатора за медиацию, по-моему, за сессию он говорил минимально 250 или 300 долларов за сессию, да? Как минимум. Это минимально. То есть гарантированно уже есть. Если учесть, что у этих медиаций там огромное количество. То есть вы понимаете теперь, чему мы вас будем учить? Люди, обладающие навыками, которые мы будем вам давать, и вообще-то зарабатывают 35 тысяч в день. Извините, что у мужчин? 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 Почему мы еще про это говорим? Допустим, вот тот же Амос, зарабатывающий 35 тысяч в день, его навыки, набор навыков, с которыми он работает, ничем не отличается от того набора навыков, которые мы даем вам здесь, например. То есть это не то, что у него есть какой-то прекрасный там магический секрет, и он каким-то образом делает медиатор. Люди везде одинаковые. Спор между соседями, спор между крупными корпорациями, по сути, они проходят такие же стадии. Люди испытывают те же эмоции, те же чувства, работают с теми же интересами. Просто, да, кому-то вывезло больше, кому-то меньше, но то, что мы вам даем, кому-то, позволяет зарабатывать вот такие деньги. Ну, какой бы наручий медиатор? Зависит от медиатора. Вы, может, ставите любую цену? У нас не ограничивается по цене. У нас нет регулирования ценового. А сами назначают? Сами назначают. В зависимости от дела, от того, как мы их назначаем. Сами, да. Ну, рамки какие-то. И дальше, давайте мы сейчас дальше вам расскажем. Мы вам расскажем сейчас. И вот здесь дополнение к тому, что про навыки, да. Мы вот в Татане, когда в Париже были на студенческом конкурсе, да, в качестве судей, и там медиаторы снижаются из 30 стран мира и профессиональные медиаторы. И вот, ну, была возможность понаблюдать за их работой. Это совершенно. То есть технология, процессы, навыки. Все тоже одинаково, да. Стиль отличается только от стиля личности. Отлично, вот. То есть как, кто ведет. Но по технологии, по навыкам, по инструментарию, международно, универсально. Вопрос вашей только личности, вопрос ваших, как говорится, вашем опыте, наборе, там, масса других качеств, страна рождения, место работы, там, ну, вот такое, это уже дальше. Но вот если брать медиацию, то это все вообще вот прям даже приятно, да, то есть на одном языке разговаривание. Хочу поделиться тоже с вами. Это было исследование Европейского Союза в 2011 году. Они специально проводили исследование о том, что сколько будет стоить, если не применять медиацию. Они, да, они взяли 26 стран, европейских стран, в которых уже применяется медиация. Провели это исследование и взяли для сравнения две страны, Бельгия и Италия, которые такие вот, Бельгия и Средняя Италия, крайняя точка, да, вот где, по количеству дней. Вот время разрешения сфора. Сравнились судопроизводство и медиация. Время разрешения сфора. Вы посмотрите, Бельгия и Виталия. Но Виталия известна длительность разрешения споров. Там у них бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, порвало итальянам и пошло, поехало. На 4 на 6 лет. И это вот, Бельгия 505 дней, а медиация за 45 дней. Виталии 1210, а медиация за 47. И есть также дальше по цене, сейчас по цене получается, смотрите, сдерживали. Это средние, это идут по Европе, да, вот вы можете посмотреть. Средние крайние точки, да. Издержки, вот вы можете итоговые, да, посмотрите, на судопроизводство. 15 тысяч евро, чуть больше, да. И смотрите, как основные… Это еще дешево. И основное идет, и сдержки тоже… И смотрите, что в медиации какие сдержки идут. Не на медиацию, а на юристы, если привлекаются. Это официальная информация, официальное исследование большое было проведено. На английском языке есть у меня вся информация, если что, могу выслать. И в Бельгии, вы тоже посмотрите, тоже разница в 3-4 раза, да, то есть по стоимости. Это на сегодняшний день. Но уже в Италии там она обязательная медиация, поэтому у них точно так же, вот как в Израиле, они суды направляют в медиацию. У них в законодательстве в Европейском Союзе есть отдельное нормативное регулирование по Европейскому Союзу проведение медиации. Поэтому там, конечно, тоже сложно, тоже сложно, но медиация здесь сложно проходит. Но все равно это стараются продвигать. Давайте посмотрим быстренько, что у нас в республике. Законы медиации у нас с января 2014 года вступил силу. То есть у нас уже 3,5 года он работает, он реально работает. У нас 7 нормативно-правных актов специальных по медиации. То есть там и с правилами регулирования, правилами проведения медиации, правила этики медиатора, правила работы организации по медиации, как это все понимают. Ну и такие некоторые административные технические документы. И у нас внесены изменения в хозяйственном процессуальном и гражданском процессуальном кодексе. Значит, у нас медиацию обучать могут специальные центры зарегистрированные в Минюст. На сегодняшний день у нас их три. И они у нас на сайте Минюста, они там обозначены. Без регистрации Минюста, получения разрешения на правиле, никто не может обучать. Их пока тлеет. Вот посмотрела последние данные, 436 медиаторов у нас на сегодняшний день в реестре. То есть люди, прошедшие обучение, получают в центрах, подают документы в Минюст, получают свидетельство медиаторов. И вносятся в реестр медиаторов Министерства юстиции. Министерство юстиции у нас курирующий орган под медиаторами. И если нет фамилии медиатора в реестре Минюста, значит он официально не медиатор, чтобы как бы он себя не называл. Без свидетельства медиатора у нас как бы... Что значит? Вы можете проводить медиацию, но без заключения каких-либо договоров, естественно. То есть вы можете там... Ну, разговаривать... Если вам за это деньги люди заплатят, им не нужны договора и медиативные соглашения, ради Бога. Но если вы хотите со всеми договорами, то, конечно, вам нужно свидетельство, потому что там это... В договорах оно должно быть указано. Ну, свидетельство, да. Ну, свидетельство, да. Ну, свидетельство, да. Ну, пройти очень часто дальше вот косметизм. Значит, что у нас было с точки зрения каких-то мероприятий? У нас прошел в 2014 году первый международный форум медиации с международными экспертами. У нас в Москве проходила международная конференция медиации в странах ЕАЭС, но она была организована белорусской стороной. И там это было на территории посольства Беларуси в Российской Федерации. Поэтому считать это белорусское мероприятие. Круглый стол совершенно законодательной медиации в РБ. У нас вот в прошлом году международный форум коммерческой медиации в странах Восточной Уропы и Средней Азии прошел в октябре. Очень это был именно форум, нацеленный на высшее звено власти. То есть это были министры юстиции, это были судьи верховных судов. Это такой, да очень статусный. И там именно было рамочное соглашение на продвижение медиации в этих странах и дальше на создание совместного сайта, потому что сейчас это обсуждается. Достаточно такая была серьезная работа с международными экспертами тоже, видимо. Скоро заканчивается. А скажите процент медиатору, который имеет юридическое благословение? В среднем 75 процентов, я думаю, где-то юридическое. Сейчас, сейчас покажу. Кратко, не буду останавливаться, здесь разница между тем, как у нас дело в суде рассматривается, и как медиации. По коему времени и по проценту разрешения, по исполнимости и по стадии. Презентацию у вас будет, потом вы захотите посмотреть. Так, расходы опять-таки, смотрите, у нас идут. Значит, на медиаторах всего лишь вознаграждение медиатора, максимум какие-то экспертные услуги, там, переводчика или еще что-то, да. Ну или транспортные, если выезжать, да, мы выезжали там в другие города Беларуси. В суде госпошли на услуги юриста-адвоката тоже затратные, да, по коммерческим спорам госпошли, если слышали, то вообще большая. Экспертиза по строительным спорам огромнейшая, по каким-то, да, вот, очень дорогая. Свидетельства вы и судьи, то есть тоже вот для сравнения, чтобы знали, как вот у нас ситуация. Средняя статистика в республике, она сохраняется, в принципе, но количество коммерческих медиаций сейчас пока уменьшилось. Они, если только, ну, так, не так новые. Вот основные, это вот были коммерческие, трудовые, семейные. В коммерческих процент разрешения 95% с медиативным соглашением. Почему? Основной момент, потому что коммерчески они сами обращаются. И если они уже обратились, они заинтересованы в разрешение. Трудовые, это вообще трудовые не должны в судах рассматриваться, они просто, вот их медиацию, у них там тоже процент разрешимости около 90-92%. Они все просто вот так, это проблемы коммуникации, в основном трудовые споры, в основном. Они решаются даже там за полчаса, вот, ну, вот в суд приходишь и... Семейные споры тоже очень эффективны. Раздел имущества, по детям, это очень. Ну, вот такие. И у нас, кстати, у нас медиация, у нас медиация применима, там, Таня вам говорила еще раз, хочу. Пограждаться, право и скоро. Семейные, трудовые, вот эти потребительские, коммерческие. У нас нельзя по уголовным. У нас этого нету, пока нету. У нас уже, да, хотят сделать. Вот этого пока у нас нету. Школьная медиация, она, как-то, сначала, что-то со своими. У меня? По мелким там, ну, очень. Мировая практика, это более какие майнеры. А сейчас нам, в частности, на самом деле, отменения. А сейчас, на самом деле, отменения. Так, вот статус медиатора, да. Медиатор, да, медиатор, это не предпринимательская деятельность. Как физлица. Мы работаем как физлица. Почему? Принцип нейтральности. Чтобы мы не принадлежим никакой организации, да, мы не работники суда. Вот в этом тоже соблюдается, вернее, соблюдается принцип. Расчетный счет в банке на физлицо и просто ежегодная декларация дохода заполняет. Вот таким образом. Процент. Чтобы стать медиатором. Процент. 16? 13. Чтобы стать медиатором, высшее образование, неважно какое, высшее образование. Курс подготовки медиаторов 140 часов для юристов, 170 часов для неюристов. 30 часов это правовой блок. Я вам сразу говорю, что это очень много часов по сравнению со многими странами мира. Как правило, в среднем это 40 часов подготовка медиаторов в других странах. У нас действительно очень много часов нам дали и у нас очень курс подготовки очень хороший. У нас все-таки у нас действительно, вот я говорю, я наблюдала в других странах, это действительно очень хороший. И то, что у нас в курсе подготовки медиаторов у нас дают там на продвинутых уже каких-то или на повышение квалификации. Сколько он стоит? В трех центрах по-разному. Поэтому это уже вы дальше посмотрите. Ну, около, сколько там? Меньше тысячи где-то. 14 миллионов. 15 миллионов. Как ставят там? Интенсивный курс, интенсивный курс. Это может быть группа выходного дня, но в среднем около двух месяцев. Не насколько популярны это сейчас? Ну, вот в 400 миллионов медиаторов за три года. А какой там возраст? В разный вообще. У нас нет ограничения по возрасту, но как все равно приходят люди, как правило, выше, выше. Ну да, выше. А сколько у вас требовано? Так, давайте сейчас. Давайте продолжим, а работаем. Да, только делаем. Зависит от вас. Самим надо и ставить. Ну, смотрите, ну, допустим, насколько востребованы. В трудовых сейчас плотные проекты идут в судах, да, у нас. В Минского района и там Ленинского, по-моему. По трудовым спорам, например. Бесплатные, востребованные. У нас медиаторы не все готовы брать бесплатные медиации. На бесплатные медиации можно приходить в суд. У нас есть дежурство, специальная комната медиаторов при судах. Там, по сути, знают об этом и просто либо забирают медиаторов в заседание и там отдают это дело, либо уже, сами говорят, сторонам идите в медиацию и переводят прямо в эту комнату. Это бесплатные. Бесплатные очень. На самом деле сейчас очень много. На платные там уже меньше и будет зависеть от того, насколько сложный спор и хотят ли стороны вообще договориться. То есть там надо поработать со сторонами. Поэтому медиация, она вообще априори востребована. А бесплатные это не платят? Нет, бесплатные это не платят. Вообще не платят. Про 80% это да. Для практики. Медиатора делает практику. Выставьте, как без практики, ценник в тысячу, например, за медиацию. И потом стороны же вас там заклюют в медиацию. Мы огромное количество бесплатных медиаций сделали. Первый год, когда был только закон, мы делали огромное количество бесплатной медиации. Огромное для того, чтобы наработать практику, статистику. Чтобы менять сознание, показывать как это. Без этого никак не пойдешь дальше. Никто не будет. Потому что не в нашей ментальности. Вот. И потом уже началось движение. Но это вот чем-то надо было жертвовать, да. Давайте. По навыкам. А, нет? Все, последний слайд. Потом мы передоставим слово Василию. Да? Потом вы тогда по конфликту уже. Что нужно, чтобы стать медиатором? Кто уже у нас учился, тот знает. Я надеюсь. Кто не учился, говорю. Осознанный выбор профессии. Это касается того, что считается, что очень легко прийти, сесть и сделать медиацию. Кто не делал, да. Кто не был медиаторами в ролевых наших упражнениях, тот… Попробуем. Да. Тот попробует, как это легко сделать. На самом деле, это очень тяжело. Медиация… психологи даже говорят, что медиация очень сложная. Одна из наиболее напряженных профессий. Потому что медиатору не просто нужно выслушать, а как-то еще направить, помочь разрешить вопрос. И нужно обладать очень многим набором навыков. И сохранять нейтральность. Сохранять нейтральность. То есть очень много всего, даже больше того, что делают психологи. Это сплав некий таких вот профессий. Поэтому многие… не многие, но некоторые, которые отучились на медиатора, они не занимаются медиацией, потому что они понимают, что это, например, не для них. На самом деле, сложное, интересное занятие. Но достаточно сложное и энергозатратное, ресурсозатратное. Обязательные специальной подготовки Елена Говорима. Лидерство, открытость. Но я не буду вам говорить. То, что если медиатор будет сидеть так же, как и стороны, забившись в угол, то, наверное, ничего не получится. То есть медиатор, как иногда, некоторые его ассоциируют с томодой. Если свиётесь на самом деле. Потому что медиатор – это человек, который будет сидеть на позитиве. Вот у нас сегодня была медиация, где Ольга говорила, что никогда не договоримся. А медиаторы в позитивном ключе должны всегда как-то находиться и поддерживать стороны. Представьте, быть томодой час-два хорошо, но если у вас есть, длится 3-4-5-6-6, и потом ещё дальше. Попробуйте, как бы быть томодой, куда деть на то, что вы чувствуете и что с вами происходит в этот момент, когда вы готовы, может быть, тоже убить эти стороны и отдать им деньги, просто чтобы они уже ушли, наконец закончилась эта медиация. Вы будете работать с этим эмоциональным состоянием, кстати, завтра с психологом. Что делать с собой и что делать с другими в это время. Поэтому быть бесконечно томодой очень, я вам скажу, тяжело. И у всех есть профессиональное выгорание. У меня были медиации в Штатах. В этом суде у меня было каждый день, 5 дней в неделю. И у меня было по 4 медиации в день, минимум. Я вам честно скажу, что я отработала 2 месяца ещё так, вот на позитиве, да? Потому что там же все вообще на позитиве. То есть мне нужно было ещё двойной позитив включать, чтобы они... После второго месяца они ко мне приходили, и я понимала, что я не хочу, я их ненавижу всех, просто всех. Я не хотела видеть этот листок, где записывались эти медиаторы. Я думала, боже, хоть бы сегодня ко мне никто не записался, я просто спокойно посидела и посмотрела там судебное заседание. То есть здесь тоже, как вы справляетесь с тем, что с вами происходит, куда вы отдаёте негатив, который вы контейнируете у тех сторон. И своё, куда вы надеваете, и как-то контейнер, да? Нужно как-то разгружать им, да? И нужно так как это делать. Эмпатия к людям то же самое. Когда у вас уже нету вот здесь ничего, всё, то быть эмпатичным достаточно проблематично, я вам скажу. Анти-наступать. А? Анти-наступать. А, симпатия, это в лучшем случае, да? Не наступать. Поэтому здесь тоже как-то надо с этим что-то делать, чтобы чувствовать эмпатию. Особенно у нас сегодня хорошие были стороны, а вы представьте, они же не всегда такие пушистые и готовые. Чаще всего не такие. И вы уже тратите много времени для того, чтобы как-то они пришли, сели и что-то начали слушать и делать. Да? То есть здесь тяжело с вас эмпатичным, когда ведут себя не так, как вам хотелось бы. Культурная чуткость, да, это если есть какой-то культурный элемент, мы говорили, что у нас может быть религиозный, национальный, гендерный, сюда тоже. Анализ ситуации и креативность. Ну, как педаволию. Я говорю проще. Ну, педаволию, там можете что-то им сказать в сердцах, да, и как-то медиатор не может даже этого сделать. Медиатор все в себе. Нейтральность, вот эта роль, да? Нейтральность, и потом медиатор уже разрывает вот это. Он туда запихнул в себя, он затем уходит. Мне надо еще куда-то сливать. Вам ничто не мешают эти навыки медиаторам? Эти навыки сейчас. И применить везде можно. Совсем стать другом и резко медиаторами, идти в суды и все это делать. Вы можете использовать навыки в реальной жизни. Так вот, может быть, потом наши люди, кто прошел уже, программу поделятся, как они использовали уже эти навыки. Последнее чувство юмора, ну, понятно, да, это идёт к тамаде. Вовремя сказанная шутка разряжает обстановку, как правило, достаточно напряженную и накаленную, и как-то снимает напряжение. Поэтому чувство юмора – да, но только чтобы оно воспринималось не только вами. И еще один момент, который вот исследование опять-таки в Англии было, но оно отражает полную картину во всем мире. Провели такой опрос среди юристов и среди медиаторов, среди клиентов, которые пользовались медиацией, какое основное вот идёт качество, которое они ценят медиаторы. И что среди юристов, что среди клиентов, которые пробовали медиацию, среди медиаторов, в числе первых двух было названо «Умеет вызывать доверие и выстраивать этот рапорт контакт со стороны». Это было одно из основных качеств. И вот из своей практики, вот я думаю, Таня тоже подтвердит, без доверия вообще не будет медиации абсолютно, не происходит, процесс не двигается. Вот это тот процесс, который основан на этих принципах «добровольность и равноправие НТП», он строится на каком-то совершенно непонятном слове «доверие и состоянии, и ощущение доверия, которое абсолютно иррациональное». И оно возникает, почему-то одни стороны доверяют этому медиатору, другие выбирают другого медиатора, этому не нравится, и у кого что возникнет, это очень момент такой интересный. Так что вот доверие, вот этот момент, самостройки, подстройки, установления рапорта, он основополагающий, и после этого только уже все остальные навыки. Всё? Да. Ну вы не пугайтесь, это была, я считаю, скорее всего идёт, это теоретическая такая часть, которую мы не можем её вам не дать, поэтому вот хорошо, что вы потерпели, сейчас, наверное, Василий, вы вас немножко взбодрите. Дальше будет практически всё практика, но просто вот эту информацию мы не могли вам её не дать, поэтому тут же… Спасибо. Прекрасно. Спасибо. И Единственный, да, сейчас, нет, ну мы можем быть просто пять минут сделаем, по протесту самому, который вы наблюдали самому, вот эта технология по стадиям, они есть определённые технологии, определённые стадии, мы всё время будем к этому возвращаться, да, к этому примеру, поэтому Единственный спорт, чтобы подвести планы к тому, что будет Василий говорить и к следующим дням, мы обратили внимание, что когда мы проводили медиацию, для того, чтобы она была, должен быть прежде всего что? Должен быть какой-то спор, конфликт между сторонами. Без этого никуда не денешься, по медиации. Помимо того, что должен этот конфликт быть, он должен быть открытым, то есть стороны должны хотеть вынести его на открытое обозрение и они должны хотеть его решить. Медиация происходит тогда, когда стороны уже чётко выбирают эту медиацию. Вот смотрите, в данном случае у нас был какой конфликт? Была одна должность, на которой пресендовали два человека. Вот это и есть краугольный конфликт. Плюс он осложняется тем, что это два бывших друга, два друга, да, ещё как-то конфликт отношений. Наслаивается, наслаивается. Что происходит здесь? Эмоции есть. В любом случае были какие-то обиды, были какие-то, да, вот эмоциональные составляющие, были какие-то причины, были свои интересы. И дальше было остальное желание. Вот эти все составляющие, конфликт, эмоциональная часть, интересы, это всё, что составляет просто вот эту вот такую структуру, с чем работает медиатор, к чему приходит. И сами стороны личности их, да, к чему приходит. И дальше медиатор, когда к нему пришли, применяет техники и следует технологии процесса. Мы рассказали про медиацию, мы познакомились с процессом, и мы по стадиям пошли в этом процессе исследовать. И применяли разные навыки. И вот это всё мы с вами будем дать навыки. Следовать и изучать, да? Можно вопрос? Мы просто на медном с Александром как раз обсуждали. Вот в эту долгую вступительную часть, когда вы должны всё это рассказать, это понятно, что вы должны всё это рассказать. Но есть у вас такой двойной смысл, чтобы стороны утихомирились, надоест это слушать, успокоиться? Создание рамок безопасности и создание рамок доверия. Вот это вступительное слово, которое мы говорим, да, есть помимо того, что информационная функция, есть функция создания рамок безопасности, чтобы это было понятно. За счёт информации, за счёт нашего состояния настроя, за счёт какого-то баланса, уравновешивания в этот момент эмоций, предоставления равного внимания обеим сторонам, понимания ими процесса, ясности этого процесса, всего происходящего и, опять-таки, установления вот этого доверия. Очень много здесь задач. Многозадачно. Всё правильно. А буквально, мне кажется, есть регламент? Есть, знаете, вот это, да, стандартный регламент чисто психологический, да, как вот с людьми. Вступительное слово, оно около 10 минут, не больше должно быть. Но смотрите, мы вам... Не меньше, да? Если вы можете кратко, понятно изложить информацию, то как вот здесь важно... Посмотрите, здесь мы показывали вам уже весь процесс переговоров медиации. Как правило, у нас есть такое понятие, как подготовительная встреча, премедиация. И вот, например, медиация, вся основная информация про медиацию мы рассказываем. Поэтому, когда они уже приходят на саму медиацию, вот как вы пришли, да, вот это вступительное слово, это краткий вариант, вообще просто как напоминание. Всё, всё. Я вот... Поэтому, смотрите, сейчас мы теоретическую такую базу, платформу общую с Татьяной рассказали, а Василий вам сейчас как раз вот будет рассказывать про... Поработать по вот этому конфликту, по тому, с чем медиатор работает. Хорошо. Так, ну что ж, друзья, много чего хотелось со своей стороны добавить, особенно поддержать позицию, что в медиации без процесса и без факта доверия к медиатору не будет, в принципе, процесса медиации. Для меня очень близкая тема, потому что, ну, я там, помимо деятельности коммерческой, есть хобби, да, есть ещё моя научная деятельность, тоже пишу сейчас несколько книг, одна из которых касается как раз вот, как вызывать доверие, как сделать так, чтобы тебе доверяли, чтобы на тебя смотрели и говорили, о, я ему верю, да, вот это тоже очень важно. А? Не втираться в доверие. Мне запомнилась фраза в паспортном столе, когда я оформлял свой заграничный паспорт, у нас фотографируют прямо в этом же столе, сделали фотографию, смотрят, с таким лицом вы даже контрабанду возить можете. Я говорю, merci за комплиман. Хочется, но всё-таки вернусь к конфликту. Так, друзья, без конфликта, как правильно сказали, медиация не может состояться в принципе. Это основа профессии, основа работы. Давайте мы разберёмся, конфликт, это что? Давайте конкретный пример. Спор на почве чего-то. Спор, да, смотрите, у нас есть конфликт. Конфликт и спор, то же самое? Нет. В чём разница? Может быть, спор без санкций. Например? Ну, когда в процессе работы возникает какой-то спорный момент, и мы можем прийти к какому-то решению совместному, совершенно не вступая в конфликту. Пример из жизни? Ну, хорошо, я считаю, что надо отрезать какую-то доску прямо, а мой коллега считает, что нужно там какой-то сделать изгиб. Да. Конфликт? Конфликт невозможно остановить, мне кажется, что творческий спор, например. Привет. Угу. Да, скоро ответили по уголу. Так, хорошо, вариант. Я просто хочу дать, что в моём разумении конфликт больше отказан от понятия, чем спор. Спор можно спинить, а конфликт – это объективная речь. Подождите, если конфликт невозможно остановить, то какой смысл медиации? Нет, ну… Нет, мы сейчас выбираем конфликт и спор, просто выбираем. Так, розница по межконфликтам и спору. А от спора можно свести в любой момент, эмоционально стишится и свести. А конфликт – объективная речь. Я бы не… Так и спор тоже объективные вещи. Ну, ничего страшного. Смотрите, славный такой известный в истории хрестоматийный – это спор Эйнштейна и Бора, которые спорили друг с другом всю жизнь. И когда один умер, второй ещё 10 лет после смерти продолжал спорить с воображаемым соперником, потому что они совершенствовали теории друг друга, но при этом они не переходили в конфликт. Вот разница очень существенная – это количество эмоций. Ну, как это имённого мать? И есть ещё одна очень существенная разница между спором и конфликтом. Когда я спорю, я отстаиваю, что моя точка зрения отличная. Она правильная и отличная, но я допускаю, что твоя тоже классная. Когда мы говорим «конфликт», твоя точка зрения, твоя позиция – нет. Моя единственно правильная. Да, как говорится, есть только моя и неправильная. Это гарантированный конфликт. Вот это одна очень существенная разница. Поэтому правильно вы сказали? Спорить можно конструктивно, но если уже конфликт, там чаще всего уже включаются эмоции, переход на личности, начинаются кучи всяких процессов. Так, напомните, как вас зовут? Наталья. Наталья, что вы любите из фруктов? Апельсины. А я вот люблю из фруктов яблоки. Это конфликт? Нет. Это спор? Нет. Может ли из этого выйти конфликт и спор? В основании спор может выйти спор. Но я могу сказать, вот я яблоки не люблю, вот просто я не могу их съесть, они мне не нравятся. Ох, а вот теперь давайте разбираться. Есть вот такое изречение. Я яблоки не люблю. Это конфликт? Нет. Это спор? Это спор? Это предвение. И даже не предвение. Это ее позиция. Верно. У каждого человека есть собственная точка зрения. И она не обязательно должна совпадать с другой. На вкус и цвет товарищей нет. Да, фломастеры разные. Это именно об этом. То есть наличие разногласий «я» еще не говорит ни о споре и ни о конфликте. В какой момент вот это разногласие переходит в конфликт? Где эта точка? Да, у вас будет вообще интересно. Вам придется выбирать, чтобы вы будете есть или яблоки, или апельсин. Потому что вы думаете, что одно. Когда мы пойдем покупать яблоки? О, вот только хотел. Так, чтобы вот и отработали. Как вас зовут? Наталья. Тоже Наталья. Какой фрукт любите? Апельсин. Яблоки. Так что, купим яблоки, да? Нет, апельсин. Почему? Ну, у нас есть деньги так много. Ну, ты ж хочешь сделать мне хорошо и приятно? Я хочу апельсин. Как на одно? Ну, давай купим два яблока. Тебе одно и мне одно. И тебе будет вкусно. Это ж вкусно. Я не люблю яблоки. Конфликт, спор. Дискуссия. Пока спор. А ты такой секундный. Ты хочешь не сступить. Ты рожденье хочешь не сступить. Тут немножко с манипуляцией уже пошло. Понятно, что тут вот в межличностном общении, когда идет работа с убеждениями, там всегда есть манипуляция. А если кто-то должен оказаться умным и вступить? Это, кстати, одна из предпосылок для выхода из конфликта, когда одна из сторон начинает принимать «я даю задний ход». По разным причинам. Ну, когда-то это правильно. Когда-то, а когда нет? Когда-то неправильно, на задний ход. Ладно, мы еще дойдем до этих фаз. Самое интересное, что здесь уже пошел конфликт между нами. И задача медиатора в процессе работы – научиться видеть точки отсчета, где конфликт начался. Почему? Если Наталья говорит, я хочу апельсины, то что говорю я? Давай, не яблоки. Не просто давай, нет, мы будем, я навязываю свою точку зрения вопреки ее, даже не рассматривая ее точку зрения. Итак, друзья, конфликт начинается там, где я начинаю вторгаться в личное пространство другого человека. Вот тут начинается конфликт. И неважно, это географическое пространство, физическое пространство, психологическое пространство, конфликт начинается с вторжения. Пока у нас дистанция, она любит апельсины, я люблю яблоки, ну и ради бога, ну и что, ну и все, стук в дверь, кто там, смерть твоя, ну и что, ну и все, так и у нас. Ну и разошлись, она купила себе апельсинку, я, яблоко, исчерпан. Но как только мой эгоизм, я же самый крутой, я самый заботливый, нет, яблоки лучше. Апельсин это вообще чужеродный продукт, у нас не растет, наш организм не приспособлен, ты что? О, вроде бы из лучших побуждений, правда ведь? Я же хочу сделать лучше. Но тут и начинает трещать союз. Вот в таких вот принуждениях, в начале таких конфликтов. Что сделать? То есть мы сейчас еще дойдем до медиации, если вот на таких этапах назревает конфликт. Что мы можем сделать, как быть? Ну, не знаю, но почему это конекция, ну почему? Ну вот, яблоки, яблоки, яблоки. Не, ну, яблоки. Мне как-то начать не свой проблем, но не яблоки в конфликтах, а в чем-то другом, а в день. Конечно, я хочу сделать тебя счастливой. Принудительно. Ну, значит, пойдем к вам яблоки. Да, проблема во мне. Валер, ну, себе пришел. Один из способов недопущения конфликта, ну, с одной стороны, вот, если принимаем, покупаем яблоки. Мы конфликт решили? Нет. Вот сейчас я навязываю яблоки. Да? Мы купили яблоки. Есть у меня дальше причины продолжать давить и настаивать, вторгаться в территорию апельсинов? Это еще одна характеристика конфликта, его можно отложить. Открою небольшую такую завесу, именно по этой причине, 4 февраля 2017 года рухнул мой собственный брак 19-летней выдержки. Отложенные конфликты, которые просто перекладывались на потом. На потом, на потом, на потом, а потом, она вся эта кастрюлька раз. Но, тем не менее, здесь и сейчас, в данном конкретном примере, ситуация с яблоками разрешена. Это один из возможных способов. Хорошо, спасибо большое. Итак, друзья. Стоит разграничивать спор и конфликт. Конфликт – это уже активные действия. Спор тоже активные действия, но не вторгаясь на территорию. Отстаивание собственной правоты. Окей? То есть, здесь цели разные, вот, получаются, и задачи. И цели, и задачи, и, ну, по большому счёту, всё начинается с цели. Зачем я это делаю? Да, да, да. С одной стороны, для меня я нахожусь в состоянии постоянного спора со своими научными оппонентами. За счёт этого мы улучшаем свои научные работы, они показывают на узкие места. То есть, здесь цель – получить какое-то новое развитие, да? Вот, самое интересное, что, по большому счёту, финальная цель моя одна и та же. Это мой эгоизм, удовлетворение. Только я могу через конструктивный путь совершенствования своей позиции, либо через деструктивный, через разрушение другой позиции. Вот здесь просто на вот этом примере с яблоками, да, вот, Василий? Вот это просто хорошее, когда получается цель – либо купить яблоки, либо навязать свою точку зрения, да? Либо две разные яблоки. Яблоки становятся уже средством, когда вы начинаете завязать. Да. Вот в данном случае яблоки – это средство. Да. Цель – это доминирование. Доминирование, да. То есть, мы говорим, что конфликт – это либо всегда борьба за ресурсы, например, управляющий, да, это определённый ресурс, либо доминирование над кем-то, установление власти, либо проявление эгоизма. Я хочу, чтобы было так, я лучше всех. То есть, навязать свою точку зрения, наказать свою кровь. Да, да. Во всех трёх случаях. И тем не менее, вот, разные немножко векторы. Разобрались с этим? Всем понятно? Или ещё нужно где-то расширить? Нет. Ещё раз. Доминирование, борьба за ресурсы, либо проявление эгоизма. То же самое касается в семейных вопросах. То же самое касается в бизнес-вопросах. То же самое касается в остальных вопросах. Межгосударственных отношений. То же самое. Доминирование. Чаще всего. Опять-таки, ресурсы. Ну, эгоизм там меньше, а вот именно ресурсы и доминирование – основная цель. Идём дальше? И вот тут мы подходим к следующему моменту, да? Мы сказали, межгосударственные. Какие вообще конфликты бывают? Раз уж мы говорим, межгосударственные. Политические, военные. Нет, межгосударственные. Вот давайте так, по формату. Есть межгосударственные, между огромными территориями и политическими системами, да? Идёт стычка. Политические. Ну, опять-таки, это тоже определённые социальные группы. Ну, берём социально-экономические. Есть государства, есть религиозные организации, этнические организации. Они могут быть внутри государства. Мы говорим, нет государства. Можем ли мы укрупнить до чего-то большего, чем государство? В реальной практике нашей жизни. Ну, можно. ЕС и там. Это единичный случай. Для нашей с вами практики мало имеет значения. Имеет смысл, наоборот, разукрупнять. Если у нас есть государственные, чуть меньше единицы идут. Это уже малая социальная группа. Мы берём коллектив, например, одного производства, одной компании. То есть, это внутри коллективные. Либо по-другому их называют в классике межличностные. Когда между разными личностями, но эти личности могут объединяться ещё в разной группе. Есть третий уровень. Это внутриличностные конфликты. Что такое внутриличностный конфликт? Это как? Шизофрения. А? Не-не-не-не-не. Шизофрения – это когда уже две разные личности. Это больно. А внутриличностные конфликты, они есть всегда. Барбомотивы внутри. Например. Друзья, красивые слова – это красивые слова. Давайте на реальных примерах из жизни. Ну, потому что кто-то, наверное, из-за стежка действует какой-нибудь. Стало понятней. Ну, на пример, ладно. Вот. У меня бывают такие межличностные конфликты. Бывают иногда. То есть я правозащитник, в принципе, я делаю это без напряга. Всё, я знаю, как это делать. У меня очень большой опыт. Но есть же и личная жизнь, да? И вот постоянно возникает внутриличностный конфликт. В чем заключается? Сейчас у меня был внутриличностный конфликт. Я собираюсь на семинар. Да, тут мне звонят. Ай, Караул, Наташа, там у нас, Барабляна. Не буду рассказывать, что. Все журналисты. Вот. Надо срочно. И у меня межличностный конфликт. Да. Внутри личных. А, ну, внутри личных, да. Внутри личностный конфликт. С одной стороны, они знают, что если меня позвать, я поеду. Но тут у меня тренинг, которому я отдаю приоритет, потому что он мне нужен лично. Да? Я выбираю всё-таки тренинг, да? И продолжаю, как сказать, двигаться в заданном направлении. Тем не менее, я сижу и думаю, а как же они там? Барабляна, да? Конфликт в чём заключается? Конфликт в чём? Внутри у меня, да, встречается данный конфликт. То, что я на данном направлении... Нигде, а в чём? В чём? В том, что я не могу быть одновременно... Ну, это скорее, в принципе, здесь выбор. Да. Конфликт мотивов. Это конфликт мотивов. Внутри личностный конфликт, вот если уже говорить о профессиональной и семейной, да, чаще всего очень яркий пример, когда с одной стороны надо больше денег, и нужно стать руководителем. Стал руководителем, в свободное время испарилось в принципе. Да, да, да. И жена говорит, или там муж говорит, дорогая моя, ты где жена, или ты как? И теперь приходится выбирать между семьёй и карьерой, да. Вот это уже, ну, не поехал, как ещё решить можно, послал кого-то вместо себя там. Послал. Ну, есть варианты решения вне себя, то вот здесь придётся выбирать, мать или руководитель. Вот эта вот дилемма, она гораздо сложнее, внутреннее. Вот это и есть пример внутри личностных конфликтов. Ну, я думаю, наш специалист-терапевт таких примеров может привести при великое множество. Так, друзья, ну что ж, давайте немножко сейчас с вами разберёмся, какие есть этапы у конфликта, как он происходит, чтобы потом прийти к точке возгорания. Потому что вы, как медиаторы, ваша задача будет в конце концов найти точку возгорания. Чем раньше вы её найдёте, чем точнее вы её найдёте. С рождения конфликта. Ну, сейчас мы пройдём по этапам конфликта в обратную сторону и пройдём к зарождению конфликта. Причина. Смотрите. Ситуация. Ну, банально, да, самая яркая, самая одна из часто встречающихся. Два супруга, которые пытаются выяснить, кто что куда, кто круче, кому больше, кому ребёнок достанется. Для меня немножко больная тема, потому что я в Украине занимаюсь вопросами отцовства и помогаю отцам получить детей. Но в украинском законодательстве это невозможно. По законодательству. Единственный вариант решения этой проблемы – это медиация. с очень невиновенными родительницами женского пола. И вот там есть мамаша, которая не там, я тебе, ребёнка. Это у нас когда, мы сообщаем, или обоих. Неважно. Там разная есть степень клиники у родителей, у обоих. Но факт в другом. Начинают ребёнком манипулировать. Ну, ты, пожалуй, я переспрашиваю, что нет. Есть, потому что не разрешает физица, а есть, потому что отец... Стоп, обсуждение. В украинском законодательстве есть один интересный пункт, что если мать пишет заявление о приостановлении, как-то там хитро звучит в законе, чтобы отец не виделся с ребёнком, суд в 99% случаев автоматически становится на позицию женщины. Всё. Мужчина в украинском судопроизводстве не рассматривается как носитель права. И с этим мы боремся, включая Гагу и все остальные. Но это отдельная тема. Я беру сейчас сам конфликт двух сторон. Давайте разберём составляющие сначала. Из чего он состоит вообще конфликт? Итак, в любом конфликте сколько есть сторон? Две. Минимум две. Минимум, но их может быть больше. У нас есть минимум два непосредственных участника. Ты сидёшь, я сидел. Да, да, да. Есть ещё сторонние участники, которые... Либо, например, на производстве, когда два человека... Вот здесь мы отыгрывали кейс, когда два человека сражаются за одно место руководителя, а невольными участниками становятся сотрудники этих отделов, которые либо поддерживают, либо, наоборот, не поддерживают. То есть минимум две стороны есть, а чаще всего три и больше. И, кстати, медиатор – это тоже одна из сторон, но конструктивная сторона, которая вводится для прекращения конфликта. Итого, у нас есть участники, они же субъекты конфликта. Так, кто у нас? Что ещё в конфликте? Интересы. А это и есть предмет конфликта. У нас есть... Давайте так, есть субъекты. Если у нас есть субъект, то чаще всего у нас есть ещё объект конфликта и предмет конфликта. Слова вроде бы... Как это? Понятно? Давайте разберёмся, что к чему. Субъекты – это люди-участники. Предмет конфликта. Что может быть? По поводу чего? Ну, давайте мы сейчас возьмём семейные, вот, борьба за ребёнка, да? Душа моё, мастер, дети. Так, стоп, подождите. Так, ещё варианты. Предмет конфликта. Ну, а что ещё было? Дети, смесь, дети моё и имущество. Так, 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 так. Это объекты. Это объекты. И ребёнок – объект в данном случае. И имущество. А? А с кем будет жить, ребёнок? Вот предмет. Это тоже предмет спора. Ну, предмет ещё что-то? Что? Это объект. А предмет – спора. Это личные претензии на владение. Предметом спора может быть неудовлетворённое… Не, неудовлетворённое. Ну, давайте разберём сейчас. Предметом спора может быть только раз в неделю в месяц отец. Нет. Ну, это частные. Какие-то частные моменты спора – это предметы. Так, хорошо. Это не предмет. Что тогда предмет? Предмет – это, я думаю, это какие-то амбиции какие-то чувства, там, не реализованные, что-то ещё. Из-за чего возникает причина. Хорошо, причина. Ваша точка зрения, что может быть предметом конфликта? Нет? Да. Ну, я. Алина. Предмет конфликта. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте по порядку, по поднятию руки, да. Ну, например, ну, финансовая неудовлетворённость, например. Неудовлетворённость. Есть. Согласен. Угу. Ну, тогда, в случае медиации. Угу. То есть, если эмоции будут, там лица не включили, да? Верно. Предмет, чаще всего, не физический. Это какие-то претензии, это какие-то желания и требования внутри человека. Вот это и будет предметом. Угу. Да. А сухо-мужская неверность. Что? Что это? Сейчас, сейчас, давайте ещё раз. Нет, предметы, это личные предметы. А сухо-мужская неверность. Причина. Это причина. Конфликта. Это причина конфликта. Это причина конфликта. Ну, скажем так, это спусковой крючок неверности. Ну, да. Если я хочу сохранить семью, я в этот конфликт не полезу. Я его максимально быстро решу разными способами. Но если я довёл это до открытого конфликта и противостояния, то неверность – это всего лишь был повод. И в данном случае предмет будет право собственности на моего мужа. И ущемление этого права. Собака, как сходил налево. За это буду наказывать. Итак, друзья. Отлюбить твою собаку. Нет. Это может быть. Это может быть. Вот так думают жены. Потому конфликт и возникает. Ещё раз. Есть предмет, субъект и объект. Вот такие вот характеристики в конфликте. Итак, ну вот давайте разбираться. Мы говорим о том, что конфликт в той стадии, когда уже приглашают медиатора, это стадия разрастания конфликта или уже стухания? Это стадия решения. Ну вот смотрите, у нас есть эффект нарастания конфликта и эффект спада конфликта. Ну, фаза нарастания и фаза спада конфликта. Наверное, больше на спад. Это уже спад. То есть пик конфликта уже прошёл. Мало того, вот сколько я тоже общался и с медиаторами, изучал, на стадии эскалации и нарастания эмоционального конфликта, медиатор практически бесполезен. Почему? Потому что там, ах ты так, а я тебе так. Как ты мне так? А тогда я тебе отомщу, да? И вот там идёт постоянное нарастание. В данном случае стороны не слышат друг друга в принципе и не готовы идти ни на какой диалог вообще. Там идёт фаза мести за предыдущую боль. А отомстить надо как? Ещё больнее. То есть надо отыграть то, что он мне сделал или она. И плюс ещё чуть-чуть своего добавит. Вот это и есть фаза эскалации. Ну там уже у кого как хватает ресурсов. Поэтому учтите, что вот как бы втручание. Вторжение. Нет, вторжение. Короче, участие медиатора максимально эффективно уже когда пошёл на спад, когда они оба уже поняли, ну надо что-то делать, потому что это до бесконечности, да? Как-то и выходить из конфликта уже. Либо до фазы эскалации, когда они подозревают, что если мы так начнём делать, будет горе. До начала. До начала конфликта нет. Какой медиатор? До начала. До начала эскалации. Итак, друзья, смотрите. Поехали по фазам конфликта. Первая фаза. Это предконфликтная ситуация. По большому... Ну у нас правила свободы ноги действуют. Так что, ну нашу свободу. Предконфликтная ситуация. Это фаза набора каких-то эмоций, каких-то событий. Когда мы просто, знаешь, в 11 пришёл. Вот собака. Ну ладно, переживу. Второй раз в 11 пришёл. Да что ж такое? Это кто-то тиран. А? Это кто-то тиран. Вторая раз собака переживала. Вторая раз собака. То есть, смотрите, самого конфликта ещё нет. Есть рост недовольства, есть сбор каких-то определённых событий. А? И третьи собаки будет. Ну, у разных по-разному. У кого-то на первую уже срабатывает, у кого-то там... Поэтому, вот, есть предконфликтная ситуация. Вот, это время может быть достаточно долгое в зависимости от выдержки, от темперамента, от цели, от задач, от того, насколько вы отходчивы, от того, может быть, насколько вы... От внешних факторов. От многих факторов. То есть, может реально долго быть. Но в определённый момент, вроде бы, уже и привыкла. Приходит он в 11, ну ладно, бог с ним. Но тут же собака пришёл в 11 и с чем-то красным на рубашке. И тут мы получаем события. Собачиваем. Да. И тут мы получаем события, которые служат поводом, спусковым крючком, как хотите назовёте, для начала фазы, следующая фаза, активных действий. Терпела-терпела, но это ещё может быть необязательно сказаться. То есть, начну теперь рассказывать, какой он хороший. Каждый раз, когда будет приходить. Это ещё... Ну, это конфликтная ситуация, но фазы активного противодействия пока ещё нету. Но когда включается ответное действие, включилась третья фаза, эскалация. Доходит эта фаза эскалации до точки кульминации. И в этой точке произойдёт перерождение. Либо в плюс, либо в минус, как вы говорили, да, переосмысление, возможно. То есть, там изменения. Дальше так продолжаться не может. Чаще всего звучит фраза. А теперь давай думать, что будем дальше делать. Сядем, пообщаемся. Медиатор. Разведёмся к чертям собачьим и забудем. Разные могут быть результаты, но в этот момент начинается уже фаза остывания. Следующая фаза – это фаза остывания. Переходит она в последнюю завершающую, это фаза завершения конфликта. И вот в точке завершения, чем характерна точка завершения? Как понять, что, в принципе, того конфликта больше нет? Не болит. Ну, не болит – это уже внутренние критерии, да? Смотрите. Мирус согласен, что творит. Может наступить, а может не наступить. То есть, фаза завершения, когда решение не только принято, но оно введено уже в действие. Конфликт может либо полностью закончиться, завершиться. То есть, у него проходит фаза затухания и полное завершение. Либо у него происходит фаза переложить. То есть, у него еще действие перекладывания конфликта, замораживания по-другому можно назвать. Следующее. Решение конфликта за счет удаления одной из сторон. Ну, ресурсы закончились, ну, не могу больше терпеть. Деньги закончились, еще что-нибудь. Все. Завершаем. И есть еще интересная вот такая точка перехода. Это перерастание одного конфликта в другой. Трансформация. Называется и слово «Здравствуйте». Самая опасная точка. В этой точке очень часто происходят неосознанные вот такие переходы, с одним вроде бы завершили, а вот здесь болит, вот здесь еще не успокоится. Очень часто, когда один конфликт, через некоторое время, когда наступает другой, вспоминается то конфликт и добавляется в эту душу. Это уже другое. То есть, был замороженный конфликт, нерешенный, и просто при определенных условиях он разморозился и добавился. И мы получили удвоение силы конфликта. Самое страшное, это то, что произошло в моей конкретной семье, когда в течение одной недели поднялись конфликты пятилетней давности. Все. На протяжении пяти лет. Вот они все поднялись волной, Ну и закончились. Что? Нет, не что. Выпуском пара. Да, выпуском пара. Вот, поэтому разобрались. Итак, первая фаза. Это предконфликтная ситуация. Это фаза сбора. Это не обязательно компромат. То есть, вы не целенаправленно собираете. То есть, вы бы и хотели, чтобы этого не было, но вот почему-то внешние факторы такие. Второе. Идет точка пуска. Нет, не пик. Точка пуска. И с этой точки начинается активная фаза. Фаза активного противодействия, которая потом переходит в эскалацию. Чем они отличаются, активные действия от эскалации? В фазе активных действий я еще и даю отчет своим эмоциям, я их могу контролировать. В фазе эскалации, там уже на нервах, на психах, забываем про все. И шашкой, как это, голой пяткой на шашке летим. Дальше идет точка кульминации. И после этого начинается фаза остывания, которая переходит в точку завершения. У нас есть фазы и у нас есть точки на графике. Вот неудобно без крючата привыкли. Так. Раз. Это у нас фаза. Предконфликтная ситуация. Дальше спусковой крючок идет нарастание, дальше спресс, точка и точка выхода. Вот так выглядит этот график. Все видно? Но вот здесь есть еще одна точка. В самом начале. Это причина. Вот он. В самом начале. Это отправная точка. Это причина. Какие могут быть причины? Противоречия. Одна из самых серьезных и важных причин это противоречия интересов. Один хочет яблоки, вторая хочет апельсины. Один хочет на море, вторая хочет в горы. Я сейчас сам обладаю еще в доме на себе. Тоже. Противоречия финансовые. Очень часто это звучит так. Я зарабатываю, ты сидишь дома. А я не буду сидеть дома. Будет зарабатывать. Да? Ну, вы просили, да, изношение конфликта. Я сказала, что мне не интересен. То есть забраковали. Нет, не забраковали. Нет, вопрос в другом. Что конкретных трактовок, что такое конфликт, их действительно очень много. И какую-то одну до сих пор не приняли как самую главную. Или там самую всеобъемлющую. Они все говорят плюс-минус приблизительно похожим, только с разных сторон. Конфликт интересов. Правильно. Но опять-таки конфликт, это конфликт. Ну, супер мнения, не нравится. Ну, стычка интересов. Но не просто стычка. Потому что, опять, спор это тоже стычка интересов. Но конфликт, это навязывание и отстаивание. Вопреки даже мнению нашего оппонента. Причины. Противоречия личных интересов. В семейных спорах чаще всего это звучит, не сошлись характерами. Что еще может быть? Где, как могут быть, характеристики интересов? Деньги. Например. Ну, деньги это инструмент. Что? Отсутствие гроши. В смысле, причина конфликта отсутствия денег? Мужчина не зарабатывает. Да, женщина не зарабатывает. Вот. А теперь, хорошее утверждение. Давайте разберем чуть-чуть. Это делится с подводкой. Мужчина не зарабатывает, женщина зарабатывает. Это причина конфликта? Да. Отсутствие денег это вообще объект в данном случае конфликта. А предмет это претензии женщины, что мужчина должен зарабатывать больше. И вот вам причина, точка отправления, что мужчина должен зарабатывать, а он у собак сопоставник зарабатывает. А у мужчины начинается внутриличностный конфликт, потому что жена успела карьеру выстроить быстрее и круче, а он оказался по карьере ниже, и она зарабатывает больше. И она давит от того, что он зарабатывает мало, а он страдает от того, что она по карьере выше. То есть это конфликт личностных претензий, интересов. Есть еще один такой раздел причин. Это объективные причины, которые влияют на нас изгнем. Какие это могут быть? Пример. Тёща свекровь. Ну, тёща свекровь это просто как бы слова. Пример конфликта. В чем заключается? Часто как бы с семьей расходятся из-за того, что влезают мамы со своей. Это личностный конфликт, это не объективный. Примеры каких-то организационных конфликтов. Ближе, да. Вот у вас, давайте семейных немножечко фокус вместим. Я хотела спросить, объективные причины издне могут быть, например, традиции социума какие-то, навязыванные. Да, верно. Это уже идет, ну, не навязывание, а разогласие с обществом. Абсолютно верно. Структурные причины вот эти, чтобы были внешние. Да, 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 структурные. Что еще? Давайте, думайте, включайте немножко размышлялку. Что, причинные причины? Да, внешние, структурные, организационные причины. Различные, ну, как пример, различные конфессии у лучших кругов. Ну, тоже, может быть, что-то. Это, ну, опять-таки, это, скорее всего, личностные. Ценности, это ценности. Это ценности? Это ценности? Да, да, да. Ценностные. Хорошо. Давайте я вам приведу пример. Хорошо. Чтобы вы понимали, что такое структурные, внешние. Это конфликт прав и обязанностей на рабочем месте. Дисбаланс. Какая? вас требует очень много, но прав для этого вам не выдают, а результат вас будут требовать. Это объективные причины. Это объективные причины на рабочем месте. Еще раз, пример конкретный. Вам говорят, что вам нужно взять интервью, например, у министра, но аккредитацию на прохождение там, где он сидит, не дают вам. И право получить эту аккредитацию тоже не дают. С вас вечером или там спросят, где интервью? Да. Конфликт. То есть смотрите, по формулировке, что на вас давят и от вас требуют, но при этом ограничивают в доступе и в ресурсах. конфликты. Как это правильно? Ну, сейчас же я про ловлю конфликтов. А? Заставляю, где это нужно? Я вам больше скажу. Такие конфликты есть на каждом предприятии. На каждом предприятии. Дальше. Точно такой же структурный конфликт это зона ответственности. Неопределение либо там несколько, например, начальников у одного подчиненного. Кому подчиняется? Кому конкретно? Перед кем он несет ответственность за невыполнение определенного конкретного задания? Что еще? Давайте по этим примерам. Дальше. Выполнение задания согласно договору. Берут человека на работу, грубо говоря, бухгалтером, параллельно он водитель, параллельно он администратор. Не в соответствии компетенции. Верно. Это тоже причина структурных конфликтов. Дальше. Ну, я не знаю, как у вас в Беларуси. Например, у нас в Украине практически, ну, 100%. Когда идешь на работу, у тебя одни условия. Ты работаешь по специальности. Ты прошел по профессиональному уровню. Но потом, например, не дают тебе отпуск, там еще что-то. То есть это невыполнение обязательств перед другой стороной. Это очень часто причина конфликта. перегрузки. Постоянные перегрузки. Ну, надо, ну, очень надо. Ну, я понимаю, что можно один раз надо, десять раз надо, но когда это надо превращается в ежедневную, шестидневную неделю по 12 часов рабочих, то в конце концов вот этот вот шарик, да, пух, однажды он лопнет. То есть вот перегрузки идут сверхнормативные. Это тоже причина. То есть это структурные изменения, структурные причины, которые извне и которые, если личностные, вы еще можете там что-то включить и отключить внутри себя, да, то вот эти причины достаточно сложно нейтрализовать. Есть такое? У меня есть такое как бы по причинам конфликта, это немножко не тот слайд, не хочет, Вот здесь такое колесо конфликта хорошее, знаете, если вы сталкиваетесь, вот там как раз причины конфликта, вот сейчас быстрее. А это будет, да, у нас? Вот это вот будет. Я могу вам запрос презентации другая немножко. Это моя, как бы, ну, вот там причины конфликта 5 по колесу конфликта. Очень хорошо, понятно, вот как раз быстренько сейчас мы, потому что у нас нету флипчарта, как бы здесь немножко сложновато. И вам наглядно речь? Да, и вам будет очень просто понятно. Сейчас вот дойдем. То есть колесо конфликта это идет, выделяют основные 5 причин, 5 классификаций, 5 причин конфликта. Структурные причины, вот которые вы сейчас разбирали, да, структурные, структурные, они будут как внутренние внутри организации, так и внешние разные. Изменения законодательства, курс-мажора, это ДТП, разные такие. Ценности, ценностные причины, то, что говорили, религиозная, вера, вот, смотрите, структурные причины, ценности, информация, коммуникация, 5 искажение информации, нехватка информации, не получение информации, невозможность, да, это одна из причин конфликта. В бизнес, коммерческих спорах очень часто, когда просто, либо утечка информации, либо не получение информации. Поведение, поведение и отношения, они между, очень сильно здесь связаны, поведенческие, вот то, что, кстати, вы на рабочем месте, на рабочем месте, то, что вы говорили, говорили, очень часто, под должностным обязанностям, одно требует другого, это конфликт поведения и отношения одновременно. В семейных спорах, то, что вы здесь говорили, конфликт поведения и отношения. Обратите внимание, здесь нигде не стоит эмоции, как причина конфликта. Эмоции, это всегда сопровождение и следствие. Почему интересы внутри? Потому что за всеми, за каждой из этих причин всегда стоит интерес. Интересы есть всегда, за любой причиной. Это в первую очередь. И здесь хочу обратить ваше внимание, что конфликт ценностей, как правило, не разрешим. Чтобы разрешить конфликт ценностей, нужно найти ценность высшего плана. То есть, вот эти религиозные конфликты, ценностные конфликты, вот это. Просто колесо конфликта, вот когда картинка есть, да, есть такой вот просто бах, и по ним вот пять основных этих причин. Для чего они нужны? Когда вы знаете причины, вы знаете зону влияния, зону воздействия, как на это влиять. Есть презентация потом, если что, я могу вам выяснить, вы можете это все тоже там посмотреть, здесь более будет... Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Что может быть? Нет, пока, ну, может, это пусть висит, да? пока разбираем, пускай висит, будем помогать. Потрясающе интересный фильм называется «Мистер Судьба». Достаточно старый, там очень ярко главный герой показывает, что, если вдруг ты путешествуешь во времени, у тебя есть цепь событий, и ты сегодня такой, потому что произошла определенная цепь событий. Если ты вернешься в прошлое, и там на третьем шаге из восьми сделаешь изменения, то пойдет уже новая цепь, которая повлечет за собой новые связки. Так вот, для того, чтобы не допустить негативные разные ответвления, нам нужно дойти до точки отправления, до причин. Вот какой интерес был ущемлен, какая потребность была неудовлетворена либо нарушена у ваших клиентов, именно это послужило поводом причины разрастания этого конфликта. Вот здесь только, точнее, вот эти тоже причины, они, как правило, внешнее выражение. Вот то, что, да, вот эти, то, что вы видите во вне, поведение, отношения, что от вас начинают требовать, это внешнее выражение. Вот когда, всего. Но, как вот Василий говорит, какая потребность и какой интерес стоит за вот этим внешним выражением и за вот этой причиной. Вот это истина. Вот это то, что когда вы понимаете это, тогда вам легко разрешить этот конфликт. То есть вот этот момент. И Ваша задача, как медиатора, с помощью вопросов, с помощью общения друг с другом, с помощью, вот, помогая вашим собеседникам выйти на эту точку отсчета. На интерес. Именно на этот интерес. И вот тут нюанс. Если вы найдете другой, похожий, но другой интерес, скорее всего, решение ваше тоже будет в стороне ошибочным. Для данного конкретного конфликта? Именно для конкретного этого конфликта. Какие сейчас есть вопросы по причинам и по этапам? Вы участвовали в медиации семейных конфликтов? Где гарантия? Вы говорите, что можно пойти по ложным путям. А вы гарантия, что стороны, конечно, в итоге, не зовут на самом деле истинные причины перед начальными ошибками? Я как... В бизнесе, наверное, проще докопаться, а в личности там уже вообще не заслужили. Вот я был участником семейных медиаций и проводил бизнес-медиации. Так вот, в семейных медиациях где гарантия? А нету гарантии. Именно поэтому медиатор выступает в стороне. Он не дает ни советов, ни рекомендаций. Он стыкует две стороны. Если они хотят найти общий язык, они помогут найти причины и они найдут решение. Но если же хотя бы одна из сторон, он, да, принцип добровольности. Если хотя бы одна из сторон не готова, то, скорее всего, и решение будет тоже где-то чуть-чуть в стороне. Я не скажу, что оно будет полностью ошибочно, противоположно. Нет. Но и решить конкретный этот интерес и конкретно эту потребность не уверен, что сможет. Гарантии? Какие гарантии? Вот на это и направлена вся работа медиатора, вот эти все техники и навыки, чтобы бывает там что стороны конкретно сами заигляют, они понимают какова потребность интереса. Здесь просто вот сегодняшняя комедияция, которую мы проводили с вами, обратите внимание, позиция была хочу эту должность и вторая одной, второй стороны, потому что я доставил. А интерес каждый стоял другой. Одному нужно было материально, чтобы обеспечивать семью, улучшить жилплощадь, расширить. Но второе интересное нужно было должность, конкретная должность для как карьерный розыкарьерного роста. это было условие для того, чтобы поехать за границу. Вот это вот интерес. И вот здесь даже вы можете потому, причина, смотрите, обратите внимание, кстати, по сегодняшней медиации, какая была причина конфликта? Давайте проанализируем. Вот должность, ведение, появление новой должности, это какая причина? Структурная, абсолютно верно. Появилась вакантная должность, структурная причина, на нее претендуют два человека. Они, вот здесь смотрите, причина может быть не одна, они, друзья, внедлительные отношения были. Это какая еще одна причина? Отношения. Здесь еще идет следствие поведения, они стали игнорировать друг друга, они перестали общаться, я говорю, там было еще созрнено конфликтом в коллективе, да, то есть смотрите, здесь ценности не были затронуты, там не было ценностей, там были просто интересы, но не было ценностного такого. И смотрите, вот, пожалуйста, и вот в колесе конфликта там было уже задействовано две-три причины. Когда вы понимаете причины, обратите внимание, когда они сказали, что вот структурная причина-должность, и когда они сказали, если они решат этот конфликт по должности, у них автоматически решался конфликт по отношениям к людьмам. То есть основную надо причину основная была по отношениям, например, видите, у них были хотели, мы спрашивали, вы хотите сохранить отношения, вам это важно? они изменятся ли как-то ваш Татьяна спрашивала там про людей. Вот вам пожалуйста. А интересы когда это произошло, когда вы удовлетворены им каждого и интерес? Непонятно, как вы вышли. Как вы вышли? Вопросами. И вопросами. И у нас главный инструмент индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа. Мы видели, что он скрывает какую-то информацию. И он эту информацию в индивидуальной беседе сказал. И мы увидели, что одному должность. Смотрите, Катьяна задавала вопрос. Что для вас эта должность? Она задавала одному и второму этот вопрос. Это был ключевой вопрос. И когда один человек отвечал на что для вас эта должность, он ответил, потому что мне нужны деньги, я хочу расширить жил площадь, у меня жена беременная. И он дал второго человека, он сказал карьерный профессиональный рост, работа, управленческая вот это на этой должности. Вы переспрашивали, материальный интерес вам важен? Нет? Как вы учили, что он что-то не договорил? А это было видно по ситуации. Тупик. Они пришли договариваться, но они стоят на одном месте, никто никуда не двигается. Этот тупик, это уже будем разбирать дальше. И в этот момент мы понимаем, что нужно какой-то дополнительный информации. И смотрите, нехватка информации, когда одна сторона узнала, что второй стороне нужна должность только надо, это тоже изменило ситуацию. То есть видите, как это работает по причинам. Сейчас понятно? Смотрите, еще маленький комментарий, как определить, что что-то не договаривают. Если оба добровольно пришли на стоят в тупике, это сигнал к тому, что друг с другом в одном помещении они говорить не будут. Их нужно изолировать и с каждым в отдельности продолжить, а потом опять свести уже с новой информацией. они не готовы открыться сейчас. Зона недоверия. Если к медиатору доверие есть, к оппоненту доверия нету и не буду ему открываться. Вот был сигнал. Их развели, с ними провели общение и опять тупик. Они по кругу начинают ходить. Они одну и ту же информацию начинают. Это круговая. И все. Понимаешь, что так стоит. Что-то недовольное. Да. По второму кругу на разные вопросы одну и ту же информацию. Кружит, кружит и кружит. Так, друзья, у нас уже неумолимое время потихоньку начинает заканчиваться. Такой небольшой промежуточный еще один итог второй части. Итак, почему возникает конфликт? Как таковой? Жажда доминирования, борьба за ресурсы, неудовлетворенная потребность участников. А вот потребность может быть доминирование, борьба за ресурсы. То есть есть неудовлетворенная внутренняя либо внешняя. Есть потребность. Поэтому возникает конфликт. Дальше. По каким этапам проходит конфликт? Этапы развития. Предконфликтная ситуация. Предконфликтная первая точка отсчета это появление причины. Дальше идет предконфликтная ситуация. Это что? Накапливание. Это накапливание. И неудовлетворенности, претензии. Накапливание претензий, компроматы, всего остального. Дальше точка спуска. с этого момента следующая фаза активных действий, противодействий, которое перерастает. Может перерасти, может не перерасти, но тем не менее, следующая эскалация, развитие. Следующая точка кульминации и после этого фаза остывания и точка завершения. И еще есть опасность перерастания. Это точка завершения, она уже может быть либо полностью закрыта, либо перерасти, либо отложено быть, заморожено. Верно? Абсолютно. Какие могут быть основные классификации причин, какие вообще могут быть появления конфликта? структурные. Ну ладно, тогда подсмотрим, раз уже нам блестит. Называйте. Структурные. Структурные. Что значит структурные? Внешние. Чаще всего внешние, связанные с внешней средой, с окружением. Дальше. Отношения. Что значит отношения? Семностные. Давай по порядку. Отношения, как? Что это? Неприязненные отношения, например. Это личная неприязнь, расхождение в темпераментах. Так. Дальше. Ценностные. Ценностные. Примеры. Что это такое? Я за демократов, а вы за республиканцев. Политика, жизненные догматы, конфессии разные. Религия. Это сюда, верно. Дальше. Информация. Информация или коммуникация. Нарушение этих критериев приводит к конфликту. Недостаточная информированность. Недостаточная коммуникация может привести к недостаточной информации и может возникнуть. Есть еще одна интересная причина именно в коммуникациях, когда одно и то же слово под одним и тем же словом поднимают разные процессы и разные действия. То есть разночтение приводит к разным результатам. Поэтому перед тем как общаться что называется соедините свой тезариус чтобы он был одинаковый. Синхронизируйте его. Так. Либо уточнить как остальные понимают то что я сказала. В любом договоре каждое понятие в каждом договоре обязательно описано как оно трактуется в этом договоре. Вот так и должно быть если мы возникли конфликты пытаемся понять нужно понять об одном и том же мы или конфликтуем спорим. Хорошо? Спасибо. А можно нам немножко времен обратную связь? Так. Правильно. У нас поведение осталось. У нас осталось поведение. Поведение. Это как? Это что? Хамство например руководителя. Даже в каком-то социуме или подчиненного. Общепринято такое атомное поведение. Такое другие. Если человек выходит за стандарты общепринятого поведения ему естественно предъявляют предъявление. Окей. И ваша задача постараться выйти на первую причину и работать с первой причиной вашего конфликта. при этом если вы хотите разрешения конфликта свою вещь вычищать от конфликта генов и соответственно наполнять словами позитива генами которые наоборот настроены на конструктив на общение на продолжение на позитив на позитив.